Итак, следующий способ, как самый, пожалуй, наиболее популярный способ подключения, хоть и не совсем верно на самом деле, но тем не менее, способ подключения шумодава к нашему преампу в данном случае, это когда люди делают так. Гитара втыкается во вход нашего преампа, выход преампа красненьким кабелем мы сейчас соединим, отправляется во вход in шумодава. Медиатрики разлетелись. А я тут старался, их красивенько выкладывал. Дальше. Логично предположить, что выход шумодава отправляется во вход оконечника или усилителя мощности. То есть, классическая схема, когда шумодав стоит тупо после перегруза или после преампа. Сказать, что это неправильно, нельзя, но давайте просто проверим. Относительно того, что мы слышали в классической схеме, когда преамп у нас находится в петле шумодава, проверим, как себя будет вести такая схема коммутации. Можно ли ее использовать? Может, она вообще не рабочая? Ну что, берем инструмент. Все тот же инструмент. Все та же наша любимая гитара. Так, добавляем наконечничка. Где-нибудь вот так, по-моему, было. Так. Итого, все отключено. Вот, рабочий шум мы слышим. Здесь я специально наваливаю, как уже говорил, исключительно ради эксперимента, наваливаю гейну, так сказать, чтобы наглядно показать, как все это работает. Ну и давайте включим шумодав. Ай-яй-яй. Неужели ничего не произошло? Помните, в минимальном значении, когда мы находились в петле, у нас шумы уже уходили? Ну, давайте покрутим ручку. Так. На 12 часов. Срабатывает. Ну, как-то не очень. Напомню, в прошлый раз у нас уже, находясь в минимальном положении, ручка полностью убирала шумы, причем ничего не подрезала. Давайте поиграем вот так вот. Отключим. Включим. Ну, хочу я полностью избавиться от шумов. О, кажется, где-то на двух часах, по крайней мере, мне так кажется, что шум пропал. Попробуем поиграть. Отключаем. И включаем. Не знаю, как вам, но мне показалось, что сейчас явно есть определенное такое, скажем так, ну, проседание по частотам, что ли. То есть, сигнал, ну, подрезается. И оно логично, естественно. Мы находимся после перегруза, после преампа. И, как бы, прибору ничего не остается делать, кроме как пытаться готовить этот сформированный сигнал, уже отсекать по факту. То есть, использовать можно, да? Но, как мы видим, просто разница колоссальная. Ну, добавим вот до трех часов и посмотрим. Опять же, я отдаю себе отчет, что я играю риффы там на низких струнах. Как это все себя будет вести на соло? Да, проверим сейчас. Конечно, смысл в большие соло играть нет. Давайте просто одну нотку сыграем и попробуем протянуть ее. Без шумодава. Шумодавом на три часа. Что я хочу сказать. Даже при таких, может быть, экстремальных настройках очень хорошо идет обработка сигнала. Если сравнивать все-таки с основным вариантом подключения, когда у нас в петле находится преамп, ну, мое ощущение однозначное, там все намного бодрее происходит. Здесь все происходит иначе, но вполне себе приемливо. На самом деле, повторюсь, здесь у нас тепличные условия. Мы с вами сидим в комнате. Тепло, светло, уютно. Еще и хорошее электричество. То есть, электрификация хорошая здесь. На сценах это происходит все плохо. Если говорить про какой-то экстренный вариант подключения, ну, например, например, ну, так получилось, что кто-то попросил одолжить девайс. Вопрос, можно ли его включить после вердрайва. Да, можно. То есть, собственно, в руководстве так и написано в мануале, что есть предпочтительные, рекомендуемые типы подключения от петля, есть возможные типы подключения. Но мы пойдем с вами еще дальше. А что будет, если взять и вот, например, шумодав поставить вообще перед преампом, да? То есть, сразу после гитары. Ну, по логике вещей, мы, наверное, точно должны подъесть сигнал, потому что... А может быть и нет. Давайте проверим. Так, гитарку мы в сторону отходим, отставляем. На ноль оконечничек пускаем. И делаем перекоммутацию. Так, значит, во вход шумодава мы подключаем гитару. Так. выход шумодава мы подключаем красным кабелем ко входу нашего преампа. И выход нашего преампа с желтым кабелем мы подсоединяем во вход оконечника. Настройки преампа не менялись. где-то вот так у нас была громкость оконечника. Без обработки все известно. На минимальное значение ставим. Включаем. Ох ты как! Отрезало хорошо. А как будет звучать? Какие-то артефакты стали появляться. Еще раз включаем. Вот внимательно. В паузах, в паузах. Слушайте. Ну, во-первых, ощущение какое-то в этом марлевости появилось. А мы сейчас вольнем, так сказать, шумодава поболее. Да нет, звучит. Удивительно, но звучит. Если я добавлю. При такой схеме коммутации, что интересно, вот когда, например, шумодав стоит после, либо когда преамп стоит в петле шумодава, либо когда шумодав стоит после преампа, то, допустим, играя в любой рифф и относительно резко снимая руки со струн, не убирая ручку громкости в ноль, мы получаем, ну, такие движения, явно слышимые, да, по струнах, вот что-то типа вот таких вещей. Ну, я утрирую, конечно. Здесь же, ну, то есть, здесь же, в принципе, когда вот глушишь, допустим, ладонью правой руки, либо опять же левой рукой струны, этого вообще не слышно. Интересно. На самом деле, я удивлен немножко такому результату, потому что я ожидал, что просто сигнал должен подъесться и как-то, ну, там частоты потерять, обертона потерять, так скажем, и в преамп уже сигнал такой весь, скажем так, кастрированный придет. Однако получилось весьма любопытно. давайте поэкспериментируем по жести, поставим на 3 часа. Ну, тут явно уже я чувствую, что гейм, скажем так, теряется, что и логично. А если, вот опять же, конечно. Я возьму на 12 часов поставлю. То есть, отключим шумодав. Я думаю, разница есть. Иными словами, вот как раз, как ни странно, именно такой тип подключения возможен, вот как мне так сейчас сходу так вот показалось, для музыкальных стилей, где очень ломаная, какая-нибудь альтернативный нью-метал, ломаная ритмика, очень много пауз, и надо постараться избавиться от любых шумов в паузах между какими-то мощными, жирными рифами, для сравнения. Для сравнения. Ну, что я могу сказать? Честно говоря, я удивлен результатом. Вдвойне. Во-первых, потому что я ожидал, что вот в этой, в этой, скажем так, части гитарной цепи результат будет вообще непонятный. Оказалось, как-то нет. Весьма интересно. То есть, есть определенные, ситуации, когда можно использовать так. А во-вторых, меня удивляет следующее. То ли, я не знаю, то ли у меня какой-то инструмент волшебный, то ли что, хотя секрета здесь никакого нету, у меня нет проблем никаких с какими-то, с неадекватным поведением прибора, как вы сейчас видели. Все в реалтайме сделано, снято с гитарного реального кабинета живым микрофоном. Тем не менее, если у вас останутся вопросы, пожалуйста, задавайте под видео в личке ВКонтакте, на сайте mosfemery.com Я обязательно постараюсь на них ответить. Ну и думаю, что при необходимости можно будет сделать еще одно видео. Когда я его начинал снимать, я думал, что это будет коротенечко минут на пять, но получилось, что мы с вами побеседовали. Надеюсь, что интересно, надеюсь, что полезно. И вообще, пожалуйста, оставьте ваше мнение о такого формата, о такого рода видео. Что вы думаете? Стоит ли продолжать в том же духе или круговерть, только хромакей, только все четко, без лишних слов, но доступно. Меня зовут Иван Демичев. Буду всегда вам рад. Пишите, звоните. Пока.